Известный врач и известная цитата. Согласится ли наш герой с мнением классика? Или предложит свой вариант? Доктор, что вы об этом думаете? Ведущая, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам эстетической медицины, глава компании «Клавермет» Ольга Засеева. Эта фраза принадлежит принцессе Диане. Иногда женщина думает, что мужчина – единственный способ их самореализации. На самом деле работа – способ лучше. Твое мнение, ты? Это долгий разговор, Ольга Витальевна. Я не хочу обидеть многих женщин, но кому-то комфортнее жить таким образом, когда мужчина решает твои проблемы. Но мне всегда было решать проще, как бы жить таким образом, чтобы дать себе возможность быть свободной. Нужно уметь решать проблему самой. Но это более трудный путь, хотя тоже не факт. Но это путь однозначный к свободе. То есть в итоге, когда ты можешь решить все свои проблемы, которые, так скажем, у тебя возникают в жизни в плане финансов и профессионализма сама, то это будет твое собственное навсегда. Когда ты зависима от мужчины, то, безусловно, это может кончиться завтра. А как тогда вот в семье сочетать такое свободолюбие и... В семье это, безусловно, можно сочетать, но твой партнер должен уважать твою независимость, твою силу, твое желание развиваться. Такого партнера найти непросто, но это возможно. Я замужем 26 лет, и у меня двое детей. Безусловно, это не был простой путь. Мой супруг поддерживал меня в определенные периоды. В определенные периоды я давала понять, что я не изменю свой взгляд на какие-то вещи, и как бы что-то происходило, что-то менялось. Жизнь вообще непростая, на мой взгляд, очень вещь, и непростая в том числе для женщины, которая хочет чего-то добиться, кроме того, чтобы иметь просто семью. Поэтому высказывание «Прицессы Дианы» на самом деле как-то не очень относится, на мой взгляд, к ее личности, потому что она как раз была зависима всегда. Вот абсолютно согласна, потому что я не знаю, она была жертвой обстоятельств или она была жертвой системы. Но, в принципе, я хочу сказать, что для меня это достаточно странная фраза, потому что человек, который, собственно говоря, толком нигде не учился, вдруг говорит про то, что он должен реализоваться в работе. Это для меня немножко странно, потому что для того, чтобы реализоваться в работе, ты должен быть высоким профессионалом своего дела. Тогда ты будешь иметь определенное право на свободу, но все равно, как ты правильно сказала, 350 компромиссов в день. 350 в день для того, чтобы ничего не сломать, а наоборот построить. Я вообще, если честно, никогда не была феминисткой. В семье я человек довольно покладистый, но есть принципиальные моменты для меня, да, то есть моя работа – это моя любовь на всю жизнь. И когда я начала свою хирургическую деятельность, я поняла, что вообще только, когда я оперирую, то я – это я. Поэтому, если у меня это забрать, то, мне кажется, я никогда не буду уже с собой. Вот, поэтому я бы переформулировала это таким образом, что самореализация посредством мужчины – это довольно шаткая позиция, и более правильная самореализация – это рост как личности, как профессионала, и это будет путь к свободе.